Приветствую вас на своем канале. В сегодняшнем видео я вам хочу показать, как связать вот такой замечательный узорчик. Это называется двойной жемчужный, либо двойной рис. Вяжется он довольно-таки просто, состоит всего лишь ширину из двух петелек, высоту это 4 ряда. Причем делятся они попарно, то есть первый и второй вяжутся одинаково, третий и четвертый точно так же одинаково. При этом смещение идет в третьем ряду немножечко и затем все вяжется довольно-таки легко и просто. Я считаю этот рисуночек очень красивый и в то же время он довольно-таки экономный. То есть занимает он при вязании каких-либо изделий, занимает ниточку как лицевая гладь, то есть он не ущемляет ни ширину, ни высоту. То есть довольно-таки симпатичный узорчик, простой в выполнении, не нужно никаких перехлестов, накидов и так далее. Подойдет в принципе для вязания как аксессуаров, так и различных кофт, кардиганов, костюмов и так далее. В общем, кому интересно, конечно же, присоединяйтесь, вяжем с вами вместе. Для небольшого образца наберите число петель кратное двум, то есть чтобы делилось на два. И я набрала уже обычным способом 20 петелек, 2 из которых у меня будут кромочные. Итак, вытаскиваем одну спицу. Теперь первую кромочную я снимаю непровязанной. И теперь будем вязать первый ряд узора. Первую петлю после кромочной, то есть вторую петлю мы вяжем лицевой. Вторую петлю вяжем изнаночной. Повторяем. Лицевую я вяжу снизу, ввожу спицу, захватываю рабочую ниточку и вытаскиваю петлю лицевую. Изнаночную я вяжу наоборот. Сверху ввожу спицу вниз и захватываю рабочую ниточку, вывожу изнаночную петлю. Так чередуем до конца ряда. Сначала вяжем лицевую петлю, затем ниточку вперед перед работой, изнаночную петлю. Лицевая петля за работой, ниточка, изнаночная перед работой. Чередуем до конца ряда, лицевая, изнаночная, лицевая, изнаночная. И вот так вот вяжем до конца ряда. Лицевая, изнаночная и последний раз лицевая, изнаночная, кромочная петля у нас изнаночная. Поворачиваем вязание второй ряд узора. Кромочную петлю я первую снимаю непровязанную, затем у нас по рисунку идут сначала лицевая, затем изнаночная. Во втором ряду мы вяжем по рисунку лицевая петля над лицевой, изнаночная над изнаночной. Снова у нас по рисунку лицевая, вяжем лицевой, изнаночная вяжем изнаночной. Лицевая над лицевой, изнаночная над изнаночной. Лицевую я вяжу за заднюю стеночку, захватываю рабочую ниточку, вытаскиваю лицевую петлю. Изнаночную ниточку перед работой за переднюю стеночку, захватываю и вытаскиваю петлю. Почему за переднюю и за заднюю? Я уточняю для того, чтобы у вас не было перекрученная косичка вот этого узора лицевой петли. И так вяжем до конца ряда. Лицевая над лицевыми, изнаночная над изнаночной. Последний раз лицевая, изнаночная. Последняя кромочная у нас изнаночная. Второй ряд рисунка, как вы видите, напоминает нам обычную резиночку один на один. Но начиная с третьего ряда, мы уже начинаем запутывать наш узорчик. Первую кромочную я снимаю, затем у нас идет по рисунку лицевая. Я вывожу ниточку перед работой и вяжу, где у нас лицевая, вяжу уже в третьем ряду, изнаночную. Следующая у нас идет петелька, изнаночная. Я вяжу ее лицевой петлей. Затем снова у нас идет лицевая, я вяжу изнаночную. Там, где изнаночная, вяжу лицевой. То есть, как бы, получается, вяжу рисунок наоборот. Там, где лицевая, я вяжу изнаночную, а там, где изнаночная, вяжу лицевой. То есть, как бы, наоборот. Но при этом чередование лицевая-изнаночная неизменно. При этом мы уже немножечко смещаем рисунок. Там, где лицевая, вяжем изнаночной. Там, где изнаночная петля, вяжем лицевой. И вот снова повторяем. Изнаночная над лицевой, а лицевая петля над изнаночной. Так вяжем до конца ряда. Кромочная петля изнаночная. Четвертый ряд рисунка. Кромочную снимаем непровязанной. Затем у нас идет по рисунку изнаночная. Мы так и вяжем изнаночную. Затем у нас идет по рисунку лицевая. Так и вяжем лицевой. Снова изнаночную вяжем над изнаночной, лицевую над лицевой, изнаночную над изнаночной, лицевую над лицевой, изнаночная над изнаночной, лицевая над лицевой. Итак, чередуем до конца ряда, вяжем по рисунку. То есть второй и четвертый ряд раппорта узора у вас всегда будет по рисунку. Это фактически изнаночный ряд. Изнаночный ряд мы вяжем по рисунку. Все, раппорт узора в высоту у нас закончился. Мы повторяем с самого первого ряда. Кромочную снимаем, далее вяжем лицевая, изнаночная, лицевая, изнаночная, лицевая, изнаночная. То есть снова запутываем рисуночек. Там, где у нас предыдущего ряда была лицевая, мы вяжем ее изнаночной. Там, где была изнаночная, там вяжем лицевой. У нас идет по рисунку изнаночная, вяжем ее лицевой. Лицевую вяжем изнаночной. Снова изнаночную вяжем лицевой, а лицевую изнаночную, но при этом чередование лицевая и изнаночная по очереди у нас остается неизменно. При этом рисунок с лицевой стороны должен искажаться и кромочная и изнаночная. Повторяем второй ряд нашего рапорта рисунка в высоту. Кромочную снимаем, затем вяжем по рисунку. Лицевая над лицевой, изнаночная над изнаночной. Лицевая над лицевой, изнаночная над изнаночной. Итак, чередуем лицевая и изнаночная по рисунку до конца изнаночного ряда нашего. Это второй рапорт узора в высоту. У нас идет второй ряд рапорта второго в высоту. И кромочная у нас по рисунку изнаночная. Третий ряд я еще с вами свяжу, не четвертый. И вы увидите, что у нас получается вот такой простой, но в то же время красивый рисуночек. Итак, кромочную снимаем непровязанной, затем у нас идет лицевая. Третий ряд мы искажаем рисунок, вяжем ее изнаночной. Вторая у нас изнаночная, вяжем лицевой. Третья у нас лицевая, вяжем изнаночной. И затем изнаночную вяжем лицевой. Итак, чередуем лицевая и изнаночная до конца ряда. При этом над лицевой предыдущего ряда вяжем изнаночную, а над изнаночной петлей предыдущего ряда вяжем лицевую. У нас, как всегда, кромочная, изнаночная. Лицевая, изнаночная, лицевая и кромочная, изнаночная. И четвертый, последний ряд второго рапорта в высоту. Кромочную снимаем и вяжем по рисунку. Первая у меня после кромочной изнаночная, вторая лицевая, затем третья изнаночная, четвертая лицевая. И так чередуем по рисунку, вяжем до конца четвертого ряда второго рапорта в высоту. Вот так вяжем. Такой простой узорчик получается, но в то же время очень красивый. Кромочная и изнаночная. Вот мы связали с вами два рапорта в высоту. Как вы видите, получился довольно-таки очень красивый рисуночек. Он подойдет в принципе для всего, как на мое усмотрение. И вот такой вид имеет этот рисуночек с изнаночной стороны. То есть довольно-таки, как на мой взгляд, симпатичный подойдет. Как для кофточек, так и для шапочек, для детских костюмов так вообще замечательно. Очень простой в выполнении. Мало впитывает в себя ниточек. То есть такой своего рода простой, но оригинальный ажурный узорчик. Я надеюсь, что вам осталось все понятно. Конечно же, задавайте вопросы. Не забывайте ставить класс. Кому понравилось, подписывайтесь на мой канал, кто еще не подписан. Рома, к петели к вам. Пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok